У нас в гостях Игорь Ярмулаев, шеф-кухар, участник Мастера-шефа. Я вас витаю, доброго ранку. Здравствуйте. Дякую, что пришли. Давайте мы расскажем, что именно сегодня мы будем готовить. Ну, будем готовить, как всегда, оригинальное, интересное, необычное. Вот отличительной особенностью восточной кухни, в частности, корейской и китайской, является то, что они стараются изменить естественный вкус продуктов. Вот в отличие от японской и европейской, где стараются подчеркнуть естественный. Вот сегодня мы приготовим картофель по-корейски. Картофель по-корейски. Да, отличительная особенность. Во-первых, изменяется вкус. Ну, естественно, много полезного. И ацербент, кладезь, калия. Ну, собственно говоря, начнем. На Мастер-Шефе я привык делать все очень быстро. У нас 45 минут. Ну, давайте. Значит, что мы первое делаем? Сначала натираем картошку прямо в воду. Прямо в воду? Да. Для чего это делается? Выходит лишний крахмал. Ну, если есть какие-то пестициды и тому подобное. И она там должна постоять буквально 5-10 минут. Так. То есть, натираем 15 минут на встрече в воде, а дальше? Да, не более. В это время ставим кипяток. Ну, так как у нас опять ограничение по времени 10 минут и нету термообработки, вот эта свечка будет изображать, получается, комфорту. Так, чудово. Да. Добрый, картофель мы натерруем. Еще дали ведь бываете. Натерли. Она стоит. Потом мы ее буквально 2-3 минуты кипятим. Если это происходит где-то 2 минуты, получается такая вот немножко хрустящая. Мне лично вот так больше нравится. Кто любит больше консистенции, как вермишель, то где-то 3 минуты. Ага, непогано. Да. Давайте я покажу, как она мает выглядеть. Ну, она будет немножко по-другому. Это пока что первый этап, первый этап картофель, вона еще, вона нарезана через терку, вона промочилась в воде, хотя может быть 15 минут промочена. Да, мы делаем монтаж. И далее-далее будем ее нагревать. Причем интересный парадокс, если натерать не на обычной терке, как у меня, а на терке для натерания корейской морковки, как-то получается вкуснее. Вот такое чудо. Игорь, скажите, а что будет далее добываться? Я бачу, у вас есть банка с розчином, у нас есть специи, у нас есть багато, дивитесь, разные специи, на веще они потребны? Сейчас будем добавлять. Ну, значит, для начала мы это делаем 2-3 минуты кипятим. То есть вот такой вот монтаж изображаем. Воду, естественно, всю сливаем. Остается у нас такая вот желтоватая морковочка, уже более мягкая. Добавляем в нее сахар, соль по вкусу. Значит, все, что я рассказываю, ингредиенты рассчитаны на полкилограмма картофеля. Пивкилограмма картофеля. Да, соль, сукар, сахар. Да, обязательно одну столовую ложку, ну, можно чайную, кориандр. А это еще за кориандр? Да. Не менее одной чайной ложки перца. Кто любит поострее, две чайных ложки. Все это перемешиваем. Добавляем уксус. Уксус приблизительно одна столовая ложка. Перемешиваем. Можно еще раз показать? Ну, оно не очень привлекательно. Ну, оно тоже, так, серьезно, думает. Да. Мы не будем... Аппетит уже разыгрывается. Так, так, я пошел. Да, уже пошел корейский запах какой-то, пожалуйста. Так, ну, я еще хотя бы понюхать, а можно? Да, следующее. Так, так, еще снизу это. Смачно. Далее, нарезаем мелко лук. Зроблено. Да. Кстати, знаете происхождение слова пост? Ну, расскажите. Есть две версии. Одна версия это с индоевропейского языка корень пасты, что означает твердый, крепкий. Ну, во многом это символизирует, что пост надо выдержать. Ну, я не знаю, как протримитись без вночного, без мяса, без... Ну, хотя я на стороне вегетарианцев, но это важно, я думаю. Ну, я чувствую с нынешними ценами на мясопродукты. Мы все станем паститься, все станем вегетарианцами. Ну, я бы не сказал, что вы еще теж дешеве. Так, мы нарезали... Лук мелко, да. Далее... Далее, чеснок. Лук приблизительно, одна луковица. Чеснок, три-четыре маленьких или две больших головочки чеснока. Игорь, а нагадайте, будь ласка, скільки картоплі має бути? Скільки готуєте одна порція? И, например, на один килограмм картоплі, або на одну порцію, скільки йде спеції, скільки йде уксусу? Ну, вот я рассказывал. По вкусу и одна столовая ложка уксуса, одна головка лука, три-четыре головочки чеснока. Я обычно на зиму консервирую таким образом и морковь, и свеклу. Можно экспериментировать. Это опять же игра. Это можно сделать и с баклажанами, это можно сделать и с тыквой. В некотором роде это какая-то игра. Добавляем столовую ложку кориандра. Кунжута, кунжута. Мы уже добавляем кориандра. Все это перемешиваем. Есть еще второе значение этого слова, с древнегоцкого означает воздержание. Тоже, вот две версии этого слова. Но, сами понимаете, все-таки главное это не воздержание от пищи, а воздержание от любого вида зла. От любых скверных поступков, действий, слов. Так, я думаю, это, наверное, главнейшее. Ну, я не знаю, мне так вот интересно спросить, что в Сибансе. Я уже помогаю дизнатись до сих пор 5-7. Вы мне расскажете? Да, ну, вот эта смесь. И теперь завершающая стадия. Мы берем, кипятим масло подсолнечное. Приблизительно так, чтобы оно было, такие пузырьки пойдут. Ну, в общем, не меньше 100 градусов. И все это заливаем, стараясь равномерно покрыть всю поверхность. Значит, на полкилограмма картошки где-то приблизительно полстакана масла. Вот. И отправляем все это блюдо на 2 часа в холодильник. Две годы в холодильник. Да, оно должно настояться. И после этого, ну, сейчас мы это не можем воспроизвести, но мы сделаем монтаж. Мы можем показать готовый, выглядят, как оно выглядит. Конечно, как в незабываемом фильме «Человек с бульвара капуцинов». Сделаем монтаж. Пожалуйста, делаем монтаж. Вот готовое блюдо, пожалуйста. Так, я можу взяти? Можно не просто взять, можно даже попробовать, пожалуйста. Ну, это только сходом? Так, сейчас. О, слушайте. Непогано выглядит. Можно еще раз показать? Так. Можно даже попробовать, вот, пожалуйста, чистая ложечка. Можно, так? Да. Заранее подготовленный хлеб. Так. А обовязкованный хлеб, правильно? Чи? По желанию. Так. Сейчас попробуем. Это в первой жизни, первый опыт. Никогда в жизни Сергей Натенко еще не куштовал картофель по-корейски. Вот чувствуется, что это картофель или нет? Честно? Вот нет. Нет, не чувствуется, взагалі. Это скорее как бы капуста, я не знаю, кабачок. Вы претворили картофель на капусту? Да, молекулярная кухня, прямо. Попробуйте с хлебом, может быть. Доброе, можно было. Ну, это уже будет после эфира. После эфира. Игорь, добро. Дякую, что пришли. Дякую, что рассказали, как можно интересно, оригинально и в тот час дешево приготовить какие-то продукты, не заморочившись на какие-то там ингредиенты важкие. Это то, что может приготовить, в целом, каждый человек. Если можно добавить. Если кого-то смущает, ну, может быть, такой вот цвет, может быть, хочется более красноватый, то можно положить больше красного перца. Это один вариант. А второй вариант, вот такая есть специальная добавка для паэлли, я привез Катэ из Испании. Вообще, я люблю привозить за границей пряности с первой большой экспедиции в Индию, которой как раз в этом году 20 лет, юбилей. Я привез вот приблизительно, наверное, вот такой вот мешок пряностей. Использовал их на протяжении двух лет. Вот такая вот добавочка, она окрашивает красивый розоватый красный цвет. Ну, это по желанию. Это естественно, это не красители. Ну, что ж, дякую, что пришли. Дякую, что приготовили, вы рассказали нам цікавую историю. Я напоминаю, что у нас был Игорь Ермолаев, кухар, учасник Мастера Шефа. Дякую, что пришли. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова